Судебные приставы Владимира Владимировича Для ознакомления с делом? Да, для ознакомления с делом, оказания юридической помощи и так далее в случае необходимости Все, я поняла, Ленина, 54, суд, да? Да, да, нужно разобраться, в связи с чем меня не пропускают, законных оснований, естественно, нету Все хорошо, наряд вызван, скажите Спасибо На каком основании меня не пропускают? Я человеку оказываю юридическую помощь на основании заключенного договора Профессиону написали документ на разрешение фотографирования, сказали Напишите с коленой, надо отфоткать все Вот ты здесь, что происходит Значит, никаких заявлений не пишешь, а сейчас кто слышит? Нет, дожидаемся сотрудников полиции Что-то изменится от того, что они там палки нам в колеса поставят Так мы все равно ознакомимся Что изменится? Со мной он сфотографирует, без меня Ему лапшу навешат Он подойдет все равно выйдет со мной проконсультировать Все равно дал консультацию Заявление написано По установленной форме Согласно инструкции по делу производства в районных судах Форма 62 Все Никаких заявлений отдельных на фотофиксацию не предусмотрено Нужна ему права помощи Почему его ограничивают в этой помощи? Я не собираюсь подкать это делать Нет, это не надо Я рядышком буду стоять Вы же выполняете это распоряжение Вы судьи, вы спросили, на каком основании? То есть ваше требование должно быть законно Понимаете? На каком основании вы не пропускаете меня с моим доверением? Какие-то основания должны быть, правильно? Да он меня в глаза не видел Он меня не знает Я его не знаю Ну, какое дело? Кто ходит с моим доверением? Ну, можно адвокатов нанять Юристов Обычных людей Кого хочет С мамой, с папой прийти Может или нет? А если нет, тогда чем-то запрещено То, что вы думаете, я сделал мне ознакомиться Ну, хорошо, он сфоткать Он мне в любом случае его покажет Ну, бред Понимаете? Это бред Ну, так это бред Сейчас они его, как мальчика, шпеняют там А они чего? Поиздеваться над человеком? В смысле не выпустят? Я говорю, выходи сюда Сюда выходи, тебе еще раз говорю Я говорю, выходи Тебе отказали во знакомынии? Все, зафиксировано Чего ты ожидаешь? Я говорю, выходи, тебе отказали Тебе укускают нет? Выйди на консультацию Раз меня не отпускают Выйди, я проконсультирую Значит, слушай внимательно Никакие бумаги не подписываешь Услышал меня, нет? Я подписал, что типа Ты тупой! Ты тупой! Что? Ты тупой, я спрашиваю Бумагу забрал и порвал сейчас Пошел, порвал бумагу Я понял И вернулся сюда Время мало у тебя осталось Можно не кричать? Что происходит? Почему моего доверителя Где защитника? Что он там подписывает В мое отсутствие? Это никому вопрос А кому это вопрос? Почему судья дает Такие распоряжения незаконные? На каком основании Он лишил права на защиту На юридическую помощь? На каком основании? Что он там подписывает? Юридически неграмотный человек Проконтролируйте Чтобы ту букву, которую он подписал Чтобы его уничтожили Не надо давать распоряжение Что значит не надо давать распоряжение? Что значит не надо давать распоряжение? Все измочит Я даю проконтролируйте Чтобы ему права Не нужно нарушать Выйди сюда Че ты там пропал? С ним все нормально Сюда выйди Потом будешь фоткать Мне нужно с тобой вопрос решить Я не могу здесь находиться Отдут твои действия Тебя не выпускали? Нет Сказали Если не выйдешь Уже не дадим знакомиться Тебе какие-то ограничения поставили? Ну так сказали Все У тебя фиксация ведется на аудио? Да Ведется? Все Значит если тебя сейчас не пускает Все это фиксируешь И уходим Понимаешь или нет? Русский язык понял? Да Что ты там подписал? На фотофиксацию Я все фотографировал Ты мне сказал Что там Как про какую-то уголовную ответственность Что-то какую-то Я сказал Ну они мне сказали То что если кому-то Я передам эти фотографии То да Уголовная ответственность Сказали Послушай меня Вот это зафиксировано У тебя аудио писало Что тебе сказали Все прекрасно Значит никого не слушаешь Ничего не подписываешь Уловил мысль? Уловил? Да Сейчас идешь Значит тебя если не пускают Разворачивайся Без скандалов Уходишь отсюда Понял меня? Сейчас не допустят Все уже Зафиксируй Сам факт Услышал меня? Да Давай пять минут Я тебя жду Я ухожу Что за идиотизм устроили? Он так что бегать со мной будет Консультироваться постоянно? Что это за ограничение? Если ты выйдешь То второй раз Мы тебя не пустим Что за детский сад? Это что происходит? Ребята Ну спеши Что за цирку устроили? А что ты два делаешь? Ну список напишешь Давайте в правилах Судом ведет Сколько раз заходят в суд? Что за бред? Защитника не пускают Представителя не пускают Количество входов Дверь ограничивают Запугивают Какими уголовными статьями Судя вообще там Отдупляет или нет? Вот хороший вопрос К нему будет Делозерская свалила Вот советую ему то же самое Из этого дела И поставить нормального судьбу Который объективно рассмотрит Уголовное дело Много доказательств Ни одного доказательства нету Нету дела до суда Что за бред? Вы что, ребята, совсем что ли? Я даже Даже не изучая дело Знаю, что там нет ничего Кто написал протокол На меня О том, что якобы Я ввел Видеосъемку Не выполнил распоряжение Судьи И вы, да? Передайте этому человеку За фальсификацию протокола 303 статья Уголовного кодекса Вот ему просто передайте Сейчас я в мировом суде Это дело развалю Все это естественно Как бить дать Я даже не сомневаюсь А он ответит За ту бумажку Которую он написал Где он придумал Что я ввел Видеофиксацию И хуторцы от меня привет Я ей там отдельно Передам, когда будет То есть она себя Раз опозорила И она хочет себя Еще раз опозорить Вот этим Ничемным протоколом Ну приятен Что происходит? Я не знаю Вроде в Ленинском суде Так более-менее суть Что здесь происходит? Это у вас что? На вас так Белозерские Пагубно влияют? Или что? Вот они сейчас В мое отсутствие И мы пишут Говорят Пишет расписку Заставляет его написать расписку На отказ На знакомление Что делать? Писать на отказ Спрашивать меня Мы и так там все знаем Он решил Что мы там все знаем Вы понимаете? Вот что сейчас делает там В отсутствии Периодически грамотного человека Его принуждают Сделать то Что они не имеют права делать Заставляют его писать Отписку Об отказе Значит что тебе Отказали? Зафиксировали Что тебе отказали? Сказали Ты сейчас отказ Отказ В смысле как писать отказ? Ты пришел знакомиться То есть тебе отказали? Отказали Значит смотри Я не могу больше ждать Придем сюда Следующий день Мы уже сотрудниками полиции Рабочий день заканчивается Я как бы суд уже покинул Я сейчас нахожусь В Ленинском суде Не в Октябрьском Но в любом случае Завтра нужно Сотрудниками полиции Сходить в Октябрьский суд Чтобы во-первых Они это зафиксировали И чтобы все-таки Права моего доверителя Не были нарушены То есть вам необходимо Чтобы вы заставили То есть вы таки провели работу? Да Ну потому что все Уже рабочий день Можно сказать закончился И человек просто ушел уже Ну тот человек Который должен был Ознакомиться с материалами Уголовного дела Он соответственно Ну развернулся и ушел Мы этот вопрос Скажем так зафиксировали По крайней мере я На аудиозапись Все что там происходило Вот соответственно Я могу предоставить Ну если очень коротко В двух словах Суть заключается в том Что человек пришел Ознакомиться с уголовным делом Предварительно Он соответственно Ранее подал заявление Как положено Вот Ну и начались препятствия Сначала меня не запустили Как помощника ему То есть он обратился ко мне За юридической помощью Чтобы я ему подсказывал Где чего подписывать И так далее Ну да Правовую помощь То есть я С делом не собирался Ознакомиться Я просто должен присутствовать Соответственно Меня не пустили Ладно Это полбеды Не пустили Соответственно Он начал Просить Чтобы его ознакомились И начали ограничения ему сделать Говорит Вот если ты выйдешь Но он периодически выходил Для того чтобы проконсультироваться Ему начали навязывать Там Распишись здесь Распишись здесь Напиши расписку О том что Ну Вводить его В заблуждение Пугать его Уголовными статьями И тому подобное О том что если он вдруг Покажет В том числе мне Вот эти материалы Уголовного дела То он будет нести Уголовную ответственность И так далее Ну то есть Вот это вот все Естественно Это документально Не зафиксировано Пошло давление Соответственно Ну я же не буду там Ни с кем драться Соответственно Ему сказали Если ты еще раз Ну выйдешь и зайдешь Мы тебя больше не пустим И вообще составим акт Что он отказался От ознакомления С материалами дела Естественно Он ни от чего Не отказывался Но поскольку Его уже не стали запускать Ну то есть ограничили То есть Ну человек может Захотеть в туалет Сходить Понимаете Да Перерыв сделать Да 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 То есть сначала потребовали Говорят Напишите отдельное заявление О том что вы хотите С фотофиксацией делать Хотя Инструкция по делу Производства В районных судах Не предусмотрена Там один Одинаковый шаблон Заявление То есть оно подразумевает Ознакомливаться Можно и техническими способами И с помощью там Выписок И просто Прочитать Да Ну выдавили они С него то Что он все таки Написал там На том заявлении Которое он изначально По форме подал Дописал что С фотофиксацией Вот Ну к сожалению Когда он ко мне вышел Его уже больше Не запустили Ну меня то естественно Тоже не пустили Чтобы он не бегал Так вот туда-сюда Между нами Да Просто я бы им стоял Сказал бы Так вот это подписывай Вот это не подписывай Это тебя обманывают Это там Вообще не обращай внимания Не ведись на провокацию Просто отфотографируй И все И получи так сказать Аудио И видео Материал Который там На компакт-диске У них находится Так что он с флешкой Был все как положено Да Чтобы мы спокойненько Пришли Ему нужно просто отфотографировать И получить копии Компакт-диска Ну на флешку Скинуть То что там Какие материалы Я так предполагаю Там переписка Должна быть Которую он там Вел Не вел Там с человеком Который признан потерпевшим То есть уголовное дело И оно Не важно то что Судебное заседание Признано закрытым В любом случае Он имеет право Ознакомиться с материалами Уголовного дела Потому что его защитник По назначению Ну словом говоря Вообще ничего не делает От слова совсем То есть он даже Ни копии не делал Ни фотографировал На судебное заседание Не является и так далее Вообще никакую Меня даже не могут допустить В качестве второго защитника Согласно 49-й УПК Потому что он просто Не является в судебное заседание То есть я как Любой гражданин Там имеет право Быть в качестве Общественного защитника Так называемого При наличии адвоката Вот соответственно Уже два ходатайства поданы Ни одно из них До сих пор даже не рассмотрено Там я уже не говорю Что отказано Либо не отказано Оно даже не рассмотрено Вот ну и судья себя Вот таким образом ведет Да уже третий судья Поменяли по уголовному делу Я так понимаю Это не последний судья Который приступил К уголовному делу Скорее всего Его тоже придется менять Потому что он ведет себя Крайне неадекватно Соответственно У меня все фиксируется Все фиксируется Обвинения моего доверителя Очень серьезные И поэтому Я вообще считаю Что он должен быть оправдан И получить реабилитацию Но к сожалению Вот такая ситуация Видите как себя ведут Ладно Гражданское дело Еще там можно как-то Но когда касается Таких вопросов Там тем более Такие статьи Очень некрасивые Хорошо Вот мой телефон У вас записан Я в принципе Достаточно свобод Завтра на сайте Я число у меня Судебное заседание Ну я думаю Мы там как-то решим Вопрос Как лучше нам По времени не подойти Нам в суде нужно Ну может там максимум Минут 15 То есть отфотографировать Дело И на флешку сбросить Все Как бы этот процесс Очень долго Я даже могу там Не присутствовать Чтобы просто сотрудники Поприсутствовали Чтобы на него Не оказывали никакого давления Чтобы его не заставляли Ничего подписывать Чтобы ему не запрещали В случае необходимости Со мной пообщаться Выйти из кабинета И я ему скажу Так, так и так Сделать то-то, то-то и то-то То есть просто ему Реализовать свое право На ознакомление С материалами дела Путем получения Фотофиксации То есть стандартной Вообще процедуры Я не знаю Почему такие сложности Хорошо Передание способников Сделать команды Чтобы вам помогли Да Ну просто Я Звоню почему Потому что Сейчас уже Дожидаться нет смысла Потому что Ну все Уже Рабочий день закончился Они на законных основаниях Откажутся С ознакомлением Потому что Рабочий день закончен Ну я думаю До 19 сентября В любом случае Он успеет Получить материалы Дела И изучить их С надлежащим С надлежащим защитником А не с тем Который по назначению Который ничего не делает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...